Здравствуйте! Меня зовут Максименко Анастасия Владимировна, я библиотекарь сектора абонемента, отдела обслуживания. И сегодня наше мероприятие посвящено Дню Православной книги. Это достаточно молодой праздник. Православная церковь стала отмечать его относительно недавно, с 2009 года. По инициативе патриарха Кирилла Священный Синод Русской Православной Церкви постановил учредить ежегодный день Православной книги 14 марта с 2009 года. А связан этот праздник с важной исторической датой. 1 марта по старому стилю 1564 года на Руси стараниями Ивана Федорова появилась первая печатная датированная книга «Апостол». За последние десятилетия праздник приобрел свои традиции. В этот день во многих епархиях проводятся книжные выставки-ярмарки. На приходах проходят акции, посвященные православной литературе. В библиотеках, воскресных школах устраиваются встречи с православными писателями и поэтами, а также выставки. Книга «Апостол» — это первое издание московской типографии. Книга создавалась по благословению митрополита Макария и при его непосредственном участии. Шрифт первой книги был сделан максимально похожим на рукописный вариант, чтобы люди легче приняли новшества. Они лист за листом печатали каждый экземпляр практически 2000 книг. За высокое качество этих книг говорит очень многое. В «Апостоле» не обнаружено ни одной орфографической ошибки, опечатки или подчистки. «Апостол» соединяет древнерусские традиции рукописных книг, заложенные школой Феодосии и Зографта и другими оформителями книг, и достижение европейского книгопечатания. Шрифт «Апостола» — крупный полустав, восходит к московским рукописным книгам XV-XVI веков. В оформлении книги использованы традиционные украшения рукописных книг, орнамент, узорные инициалы, строки вязи. В ней было 534 страницы и на каждые 25 строк. До наших дней в музеях и библиотеках архивных сохранилось около 60 книг. Сейчас уже трудно представить мир без книги, но давайте погрузимся в историю и вспомним, как развивалась книга. Прежде всего, нужно сказать, что сама форма книги менялась со временем и весьма существенно зависела от тех материалов, которые использовали для письма. Разные народы. От них же зависела и долговечность книги, ее мобильность, а значит и ее содержание. Например, шумерские народы писали, выдавливая знаки своего алфавита клинописи на таблички из сырой глины. Таблички обжигали на солнце и она получалась довольно долговечной. Но большой текст на таких табличках не уместишь и по форме они были разные и не всегда умещались на полке. Народы Востока издавна в качестве пищевого материала использовали пальмовые листья. В результате получалась узкая и хрупкая книга стопа, особенностью которой было то, что ее страницы нанизывали на скрепляющую веревку, как бусы. Ведь сухие листья пальмы нельзя скипать. Египтяне, греки и римляне для пехотных записей использовали деревянные тощечки циры. Подобные таблички с небольшим углублением посредине покрывались тонким слоем воска, надписи на котором нацарапывали с помощью специальной палочки стилуса. Затем по мере надобности буск покрывающий дощечку растапливали и можно было писать вновь. Недавно выяснилось, что подобная техника записи была и на Руси. До наших дней сохранилась одна из таких древнейших восточнославянских книг. Она была обнаружена в 2000 году. Новгородский кодекс циры X века. На ней было записано несколько псалмов. И в настоящее время хранится эта книга в Новгородском музее. Также в качестве пищевого материала примерно с 3-го тысячелетия до н.э. в Египте использовался папирус. В античном мире его начали использовать примерно с 7-го века до н.э. Помимо своей относительной дешевизны и легкости, листы папируса при желании можно было использовать несколько раз, просто смывая краску с предыдущих записей. В результате такие книги имели форму длинных свитков, рулонов. Чтобы уместить длинный текст на папирусе, писцу просто-напросто нужно было подклеить еще один лист к папирусу. Таким образом, средняя длина известных на сегодня папирусов свитков составляет около 30 метров. Однако есть образцы и достигающие 80 метров. С падением Римской империи прекратились поставки папируса в Европу, этого главного книжного материала. Распространение христианства дало новый толчок к книжному развитию. Ведь в каждой церкви должно быть священное писание, Библия, а также сборники молитв, которые монахи переписывали в массовом порядке. Так как при богослужении книга свитком пользоваться было не сильно удобно, то книги в переплете, книги-кодексы с подачи христианских монахов окончательно вытеснили книги свитки. К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Само его название происходит от города Пергам, где еще во II веке до н.э. придумали делать записи на специально обработанной коже животных. Именно пергамент начали массово применять для создания книг в Средневековье. Он был более прочным, нежели папирус, и на нем можно было написать с двух сторон. Его можно было сгибать, а в случае необходимости можно было стереть одну запись и поверх написать другую. Эта особенность способствовала появлению новой формы книги. На одну такую книгу подчас требовалась кожа целого стада овец. И стоили такие книги очень дорого. Чтобы уберечь их от воровства, в церквях, в библиотеках их часто приковывали цепями. Появление бумаги было очень важной исторической вехой в культурном развитии человечества. Ее появление стало основой широкого распространения письменности. Дата рождения бумаги считается 1505 год н.э. Советник китайского императора Цай Лунь обобщил и усовершенствовал уже имеющиеся способы изготовления бумагоподобных материалов в Китае. Ранее там в качестве материалов для письма использовали в основном бамбук, пеньку, шелк. Технология, предложенная Цай Луньем, заключалась в следующем. Необходимо было растолочь волокна шелковицы, древесную золу, тряпки и пеньку. Затем все это смешать с водой и получившуюся массу выложить на форму. Деревянную рамку и сито из бамбука. После сушки на солнце эту массу было необходимо разгладить с помощью камней. И в результате получались прочные листы бумаги, пригодные для письма. С годами технология изготовления бумаги совершенствовалась. Производство бумаги становилось более доступным и дешевым. И это позволило китайцам даже выпустить первые бумажные деньги. Китайцы ревностно хранили производство бумаги. Более 800 лет никто в мире не мог ее сделать, кроме китайцев. Однако в 751 году произошло сражение, в котором победили арабы, и они пленили несколько китайских мастеров. От них арабы смогли получить рецепт изготовления бумаги, переняли их опыт. И первым арабским центром развития бумажного производства стал Самарканд. Далее мастерские по изготовлению бумаги появились практически во всех крупных городах. А уже к XI веку арабский мир и Индия свободно использовали бумагу в различных сферах, которая постепенно вытеснила папирус и пергамент. Из-за недостатка лубяного сырья арабы усовершенствовали рецепт и использовали для бумаги хлопок. Со временем бумага начинает проникать в Европу, через Испанию, Византию и Италию. В X веке уже в Испании появляются первые бумажные мельницы по изготовлению бумаги. В XII веках собственные бумажные мастерские появляются в Италии и Франции. А с XIII веков производство бумаги освоили и другие страны Европы. Первые книги были рукописными и писались в основном церковными служителями. Приступая к работе, писарь брал стопку листов и тщательно расчерчивал их параллельными линиями. Для письма использовались гусиные перья. Перо сначала нужно было выщипать и заточить. Делали это небольшим ножичком. С тех пор он называется перочином. Писали рукописи чернилами. Первые чернила делали из дубовых орешков. Заголовки или первые буквы писались красной краской или растворенным золотом, которое заготавливали из золотого порошка, смешанного с рыбьим клеем. Рукопись писали очень медленно, целый год при свечах, лучинах. Это был очень тяжелый труд. И на тот момент книги стоили очень дорого. Изобретение книгопечатания значительно понизило ценность рукописей, но не сразу уничтожило их производство. Первые печатные книги представляли собой копию современных рукописей. Изобретателем книгопечатания в Европе является Иоганн Гутенберг. Созданный им в середине 15 века способ книгопечатания подвижными лидерами стал основой современной технологии и был причислен к важнейшим открытиям тысячелетия, а его автор – к величайшим мировым изобретателям. При помощи этого способа он напечатал свою первую книгу, знаменитую Библию Гутенберга, увидевшую свет в начале 1450-х годов. Книги на Руси появились еще в X веке. При принятии христианства. Первое летописное упоминание о них встречается в повести временных лет и относится к 988 году. Это были рукописные книги, и стоили они очень дорого. Относительно большие собрания могли позволить себе только крупные монастыри и царские библиотеки. В 1563 году по указу Ивана Грозного в Москве, недалеко от Кремля, на Никольской улице, была построена первая типография. Ее создали диакон Московской церкви Николы Голстунского Иван Федоров и белорусский мастер Петр Местиславец. Первая печатная книга «Апостол» хранится в фонде редкой книги Российской государственной библиотеки. И еще примерно 60 экземпляров в крупнейших музеях и библиотеках всего мира. Первая книга Петра и Ивана стала образцом для всех последующих печатных книг в России. И причем не только в России. Большинство зарубежных изданий, написанных кириллицей, в качестве основы использовали именно первопечатный апостол. И, наконец, последнее грандиозное изменение, которое пришлось пережить в русской книге, касалось введения Петра I в 1709 году гражданского шрифта. Предпосылкой для создания этого шрифта стала мода на латиницу, которая распространилась в среде образованных русских людей. Гражданский шрифт стал компромиссом между сторонниками традиций и теми, кто стремился к максимально полному заимствованию западной культуры. Люди научились делать книги, научились их хранить. С незапамятных времен появились библиотеки, кладовые мудрости. Самой крупной и знаменитой библиотекой папирусных свитков считалась Александрийская в Египте. Она просуществовала шесть столетий и имела 700 тысяч свитков с записями лучших произведений мудрецов, поэтов и драматургов. Но до наших дней эта библиотека, к сожалению, не сохранилась. Одной из крупных библиотек в нашей стране является российская государственная библиотека имени Ленина. Находится она в Москве и занимает целый квартал. Она появилась в 1862 году и называлась Румянцевской. Она была создана крупнейшим политическим деятелем начала 19 века графом Николаем Петровичем Румянцевым. Он обладал большими средствами и не скупился их и тратил на покупку редких книг, рукописей и даже целых частных библиотек. Долгий и трудный путь прошла книга и за сотни лет изменился и способ ее изготовления, и ее форма. Теперь для изготовления книг используются современные скоростные печатные машины. Они печатают со скоростью до 15 тысяч оттисков в час. Используются поточные линии, которые без вмешательства человека изготавливают обложки и прикрепляют их к книжному блоку. Набор текста происходит авторами на компьютерах и также проводится верстка. Книги стали доступны для широкого круга читателей. Как видите, история книги очень длинная и достаточно интересная. Поэтому берегите и любите книгу. Она этого достойна. Приятного чтения. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok